Здравствуйте, я Татьяна и вы на моем канале, который так и называется Татьяна Кельмяшкина. Сегодня мы отложим вязание и распакуем посылку из Иванова от интернет-магазина Любимый Василек. Кому интересно, оставайтесь. В прошлом видеообзоре мы с вами гуляли по сайту, вы попросили немножко вас сориентировать. И уже монтируя видео, я вдруг поняла, что мне нужна туника Кайли, которую вам показывала. Почему? Для чего? Дело в том, что до последних, так сказать, теплых деньков, даже зимних, то есть когда уже не наступит мороза, морозище, я хожу в пуховике и в футболке. Мне уютно. Чем меньше под верхней одеждой одежды, тем лучше. Такая вот туника, хэбэшная прословочка меня устраивает. Но иногда вот эта часть руки подмерзает и уже понимаешь, что надо какую-то поддевку. А здесь рукав у туники Кайли, и там еще несколько туник мы с вами смотрели, она все-таки три четверти. То есть мне будет чуть теплее. И вот именно из-за этого я взяла тунику Кайли. Туника Кайли. Горловина хорошо просматривается. Рукава довольно-таки широкие, они не узкие, прям просторные рукава. И имеются разрезы. У меня такое ощущение, да, что спинка чуть-чуть подлиннее, чем перед капелькой. Вот такие разрезы. Кулирка тоненькая-тоненькая. Она очень хорошо подходит к тем леггинсам тоненьким, которые я вам показывала. Так как их я уже отдала подруге, я боюсь, что посмотрев видео, она у меня отожмет Кайли. Но ничего страшного, закажем еще. Я не помню, какого цвета у меня леггинсы. Если то, что черный костюм, я когда-то был, я его показывала, только здесь принт был, бриллиант. Это я помню точно. А что касается вот то ли черничный меланж, то ли серый меланж, то ли антрацит, этого я не помню. Но я в любом случае покажу, сфотографируюсь с костюмчиком. Если цвета совпадут, это вообще будет замечательно. Вот только сейчас до меня дошло именно длина рукава. Хотя таких костюмчиков прошло через меня очень много. Прелесть прелестная. Это все, что я могу сказать. Итак, теперь моя футболочка сменится сначала туникой с рукавом три четверти, а потом я перейду. А вот здесь я попрошу вас никому не рассказывать. Дело в том, дело в том, что, опять же, гуляя с вами по сайту, я увидела новинку. Для меня это футболки с рукавами, а по-научному там прям так все это написано. Я уже забыла это слово, сейчас я его вспомню. Лонг слив. Ну что это за кофта и кофта, и ладно. В мужском отделе есть, в женском отделе нет. Я поняла, что потом я перейду на длинный рукав и заказала себе, да, себе. Никому об этом не рассказывайте. Никому об этом не рассказывайте. Мужской лонг слив. Здесь рукав не просто длинный, а очень длинный. Сначала я его буду загибать. А если после стирки он подсядет, то, возможно, и загибать не надо будет. Или загибулька будет гораздо меньше, чем она у меня сейчас. Меня совершенно не смущает. Самое главное, что хэбэшечка на полный рукав. Это здорово. Итак, лонг слив мужской, однотонный черный. Есть другие цвета. Серый. То ли просто серый, то ли меланж. Не помню цвет хаки. Это из кулирки. Футболк с рукавами, в общем. Футболк. Вот так. Вот горловину. Зафиксировали. Простые. Самые, что и на есть. Простые рукава. Без всякого утепления, начеса. Просто кулирка. Очень удобная вещь. Как вот нижняя рубашонка. Если такие лонг сливы будут выпускаться еще и с утеплюшечкой, с начесом, то будет полнейший костюм к моим штанишкам, которые я взяла. И расскажу вам о них следующим пунктом. Штанишки, знаете, они так похожи... Так, как это сказать-то? Вот у мужчин есть набор зимний. Кольцо. О, кольцо. Но женские. Женские. Тут я ни у кого ничего не отбирала. Так, черные очень сложно показать. Но я попробую. Видите, просто обработочка обычная. Здесь я показываю, что они тепленькие, с начесом. Здесь хочу поближе показать резиночку. Самое, что и на есть, обыкновенное. И название. Легенцы тепленькие с магазина Василек у меня уже были. И я их носила позапрошлую зиму. Они были с каким-то блеском. Ну, кому что нравится. Мне чем меньше блеска, тем лучше. Поэтому, когда я нашла простенькие-простенькие, я не шутила, когда сказала, что похоже на кольцо легенцы, я обрадовалась. Сейчас у меня закон хоть на 5 минут, хоть на 25, хоть на 45, какая бы погода ни была, выйти на улицу и прогуляться. Просто дала себе слово. А у нас при прогулках ведь как, да? Вот лень иногда подняться, иногда лень как-то вот одеться, еще что-то. Так вот эти вот тепленькие штанишки и вот этот мужской, ставший женским лонгслив, это будут мои такие прогулочные зимние вариации на тему. Конечно, при коротких куртёхах я не смогу при своей фигуре, так сказать, облачиться, пойти. А вот когда курточка или пуховичок стремится к коленам, да, это прелесть, тепло и главное в два счета. Нарядился и пошел гулять. Вот так я представляла, будет выглядеть мое одеяние прогулочное и я довольна. Я очень довольна, удобно и самое главное легко. Не люблю я, когда, вот как я уже сказала, под верхней одеждой очень много чего-то. Ну уж морозно, конечно, пододенешься. А вот сейчас, ну так уютно, легко и самое главное быстро. Даже убирать далеко не буду, пусть это все будет под рукой, потому что прогулка это закон. И, конечно же, очень хорошо будет с длинным пальто, пуховиком, с чем угодно. Иногда, конечно, колготочки, платьишки, но иногда вот такую двоечку и полный вперед на прогулочку. Мне уютно, мне уютно до такой степени, что я прям даже тут рассказать не могу. Довольна. Вот этим комплектом я довольна. Это все, что я заказала себе. Дальше будет платьишко, заказала его мама моей подруги. И у меня как всегда, как вот не могу я рассказывать о туниках, да, ну вот не могу, я вам сколько раз подчеркиваю. Я эту одежду пока не понимаю, но я ее полюблю. У меня же с хлопком так было. Полушерсть любила, хлопок не любила, а теперь полюбила, никак не разлюблю. Наверное, так будет и с туничками. Я их показывала, показывала много. Еще раз покажу, конечно, потому что девчата мои обожают туники. Так вот, значит, мама моей подруженьки заказала платье. Горошек – это для нее, ее все. Я платье такой длины не понимаю. Конечно, я покажу на себе. Мои старенькие зрители знают, что я люблю платье в пол, обожаю. Или в футболке. А вот платье подобных длин. Поэтому я ничего говорить не буду, но то, что фасончик здесь интересный, это нужно посмотреть, конечно же, поближе. Показываю близко расцветку и некоторые нюансы. Хорошо видно горловинка. Идет шов посередине. И вот где-то примерно в области под грудью, да, увозят нас в одну сторону. Это явно не валанчик, но такая присборка. На другой стороне этого нет. И чуть ниже, как раз вот на этой стороне у нас идет то же самое. Тогда как противоположной стороне нет, потому что выше уже было. Интересная такая моделька. Про это платье плохого ничего сказать не могу. То, что оно не мое, это не значит, что оно плохое. Единственное, когда я примеряла, да, чтобы вам показать. Когда размер мой, я всегда вам показываю 60-й размер. Кстати, сегодня все вещи, они как-то не маломерят, не большимерят. Я вот привыкла в сельке при своем 56-м, стремящем к 58-м брать 60-й. Вот сейчас как-то мне прям все абсолютно понравилось. Если бы были здесь карманы, платье выигрывало. При примерке мне очень хотелось сунуть руки в карманы. Но я это сделать не могла, потому что карманов нет. А вот трикотажные платья, их же носят в основном как место домашних халатов, да, очень часто. Или там даже летом, как летнее платье. Ну уж кармашек-то он нужен. Где-то денежку положить, где-то телефон. Карма здесь очень просится. И если бы это платье было чуть длиннее, и вот под грудью было, как я вам уже близко показала, не с одной стороны вот эта вот отрезная штучка, а по всему платью и до конца, прям в пол, я бы это платье с огромным удовольствием себе взяла. Ну, радостно, когда ассортимент большой, и каждый человек видит себя в том или ином изделии. Прекрасной женщине очень понравилось это платье, и я рада. Надеюсь, что оно подойдет. Мы как-то брали на глазок уже не раз, и она была довольна. Ну, а горошек, да, я согласна. Я сама обожаю полосочку, клеточку, горошечек, мелкий цветочек. Все, что как-то связано с деревенским сичеком, вы знаете, это вот мои напевы. На горошек он и городской, и деревенский, вне мода, вне времени, вне возраста. И это классно, сочетание различных размеров гороха, сочетание различных полей, на которых этот горох рассыпан, да, это красиво. Это может быть буднично, это может быть празднично, это может быть скромно, это может быть помпезно. В общем, вот такое платье, про которое я ничего говорить не буду, я просто покажу. Там целый раздел платьев, можно зайти и выбрать именно свое. Я свои нахожу в пол, с огромным... Нет, не только в пол, вот, кстати, платье Ялта, оно ведь не в пол, а как я его люблю. Там длина примерно такая. Но вот там вот тот а-образный силуэт, в котором я себя вижу. А здесь не вижу. Но Василек работает на всех, и это здорово. Если я вижу в ассортименте носочки мужские, здесь вот нарисованный верблюдик, здесь собачка, может быть, овечка нарисована и так далее, я с огромным удовольствием заказываю. Но они есть не всегда. Их нужно как бы, знаете, так вот, как на охоте вылавливать. В данном случае три носочка в упаковке, что вот этих, что вот этих. И расцветочки разные. Могу только одно сказать. Мужчины в моем окружении носят их с огромным удовольствием. Бывают не всегда. Если их сегодня нет, проверьте завтра, послезавтра. Вот как-то летние носочки легче. Коротенькие, тоненькие носочки. Вот летом их легче поймать, нежели вот эти тепленькие, толстенькие. Едем дальше. Конечно, ни одна посылка не обходится без постельного белья. Постельное белье всей душой люблю я и мои девчата. Сегодня я покажу два. Одно белье называется Кокетка. Вот такого изумительно красивого зеленого цвета. Здесь я вставлю скрин. Цена зависит от того, полуторка или двушка, или семейная. То есть одной и той же расцветки можно найти разные размеры. И второе белье, оно такое голубенькое, геометрическими кругами. На любой вкус каждый найдет. Это у нас Фантазия. Тоже лучше, конечно. И мне кажется, Фантазия у нас уже была. Да, Фантазия уже была. Девчата мои с огромным удовольствием повторяют заказы. Постельное белье мне нравится. Сегодня я не буду на этом останавливаться. Потому что классное. Постельное белье классное. Ну а мне осталось только благодарить любимого веселёка за предоставленные товары. И напомнить, что скоро Новый год. Подарки на Новый год можно абсолютно всем, я имею в виду людей любого возраста, любого пола, найти в данном интернет-магазине. Если мы боимся ошибиться в размерах, в пижамках, в платьях, в костюмах, мы можем взять и постельное белье, и полотенце, и скатерти. И пледы, покрывал. Да даже не только Новый год, потом ещё череда праздников разных-разных, да. И поэтому подарки чуть побольше, подарки чуть поменьше, они всегда пригодятся. Я напоминаю про сумку Шоппер. Их огромное разнообразие. Тоже нужно, если сегодня маловато, да, через два-через три дня зайти. И там уже другой ассортимент. Он то меньше, то больше, потому что товар очень быстро разбирается. Детям можно найти тоже всё, что угодно. От одежды до игрушек. Мой кот Тараскин. Именно так он называется на сайте Любимый Василёк. Тоже сколько уже месяц назад прибыл оттуда. Я знаю, кому я подарю его на Новый год. На съёмке я его из мешочка вытаскиваю, присаживаю, пока украшение, да, пусть украшает мои кадры. На Новый год я его с огромным удовольствием подарю одной замечательной девчушке. Так что заходите по ссылке. Ссылки на сайт Любимый Василёк и на соцсети будут под видео. Без подарков точно не уйдёте. Причём без подарков себе любимому, себе любимой. Про себя тоже не забываем. Это было всё, о чём я хотела вам сегодня показать и что я хотела вам сегодня рассказать. Огромное спасибо за внимание, мой добрый зритель. И до новых встреч. А они обязательно будут. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...